Всем привет! С вами Виктория! Сегодня готовим домашний шоколадный торт без возни и заморочек. Торт рассчитан на большую компанию 25-30 человек. Довольно бюджетный, готовится просто и быстро. Сначала приготовим шоколадный бисквит. В миске соединяем 300 грамм пшеничной муки, щепотку соли, 15 грамм разрыхлителя и 60 грамм темного несладкого какао. Все тщательно перемешиваем. И в другую емкость выбиваем 5 яиц, добавляем 250 грамм сахара и взбиваем миксером в белую пышную массу. Масса должна увеличиться в 2-3 раза. У меня на это обычно уходит 5-6 минут. Сюда же добавляем 150 миллилитров молока и 100 миллилитров растительного масла. Добавляем 2 чайные ложки экстракта ванили и перемешиваем недолго миксером. И затем начинаем просеивать всю мучную смесь. Какао, разрыхлитель и муку. Сначала недолго перемешиваем обычным венчиком, чтобы мука никуда не разлеталась. И затем перемешиваем миксером. Тесто должно получиться гладкое и однородное. Обратите внимание на консистенцию. Затем делим тесто на две равные части. Я это делаю с помощью весов. Получается 2 коржа. Застилаем пергаментной бумагой противень. Размер моего противня 36 на 26 сантиметров. Выливаем одну часть теста, все аккуратно разравниваем и отправляем в ранее разогретую до 170 градусов духовку на 15-20 минут. Готовность проверяем деревянной шпажкой. Даем бисквиту немного остыть и аккуратно убираем пергаментную бумагу. И подравниваем бисквиты с помощью ножа и линейки. Также это можно сделать уже после сборки торта. Это уже делайте как вам удобнее. Такие бисквиты получаются очень вкусные, нежные, с приятным шоколадным вкусом и цветом. Для крема 300 грамм творожного сыра разминаю вилкой. 350 миллилитров жирных сливок начинаю взбивать миксером. После того, как сливки начнут немного загустевать, добавляем 120 грамм сахарной пудры и продолжаем взбивать. Взбиваем до мягких пиков. Как определить мягкие пики, это когда начинает оставаться вот такой заметный след от миксера, значит сливки достаточно взбитые. И добавляю сюда размятый творожный сыр и 300 грамм маскарпоне. Можно использовать что-то одно, либо творожный сыр, либо маскарпоне. Перемешиваю все миксером, ничего уже взбивать не нужно, просто очень хорошо перемешать. Крем получается очень густой, вкусный, готовится очень просто. Перекладываю его в кондитерский мешок. Можно переложить в обычный пакетик. Также я приготовила сироп из воды, сахара и добавила немного экстракта ванили. Можно приготовить обычный сахарный сироп. Полное количество всех ингредиентов я вам оставлю в описании под видео. Пропитываю сиропом первый корж и выкладываю на него сразу весь крем. Все аккуратно разравниваю. Друзья, на моем канале много рецептов выпечки, тортов. Все ссылки я вам оставлю в описании под видео. Заходите, смотрите, подписывайтесь. Сверху выкладываю второй корж и смазываю его небольшим количеством крема. Пока убираю в холодильник. Для шоколадной глазури 200 грамм темного шоколада наломаем на кусочки. Добавим жаропрочную емкость. Добавим сюда 100 миллилитров молока и 50 грамм сливочного масла. Растопим в микроволновой печи короткими импульсами по 30 секунд. Затем все тщательно перемешаем с помощью силиконовой или деревянной лопатки. Перемешать нужно до однородной консистенции и затем дать шоколадной глазури остыть до комнатной температуры. Получается она очень вкусная. Я советую использовать темный вкусный шоколад хорошего качества. Затем достаем торт и поливаем его сверху шоколадной глазурью. Все аккуратно разравниваем. Шоколадная глазурь это отличное украшение для любого торта. Сверху его можно украсить как я обычными свечами, либо фруктами или ягодами. И давайте теперь отрежем кусочек и посмотрим какой торт у нас получился внутри. Получается он очень-очень вкусный, сочный. Готовится очень просто и быстро. Не требует длительного времени для пропитки, так как бисквиты у нас тонкие. Его можно нарезать на большое количество порционных кусочков. Обязательно попробуйте. Такой торт украсит любой день рождения и понравится всем домашним. Всем желаю удачной выпечки, приятного аппетита. Готовьте с удовольствием. Пишите мне ваши отзывы и комментарии. Желаю вам всего самого доброго и до новых встреч. С вами была Виктория.